ПОДПИСАННИЕ МЕМОРАНДУМА ПОДПИСАННИЕ МЕМОРАНДУМА ПОДПИСАННИЕ МЕМОРАНДУМА ПОДПИСАННИЕ МЕМОРАНДУМА и знакомство с предпринимателем Бабушкина Крынка. В составе делегаций представители корпораций и они имеют намер вести перемоги об сотрудничестве в разных сферах. Между тем, все это появляется под рыхтовкой до официального визита в Могилевскую область делегаций китайской провинции Дзянцу, начале с губернатором. Как выяснилось, Дзянцу и Могилев уже связывают конкретные проекты. Например, сегодня это работало в Крычевском районе на территории былой воинской части вытворчать по выросшиванию грыбов шиитаки. Грыбы уже растут, их реализация запланована у основным в Москве проз буйную сетку гипермаркетов. Так само Могилевский мясокомбинат отправляя у Китай Яловичину, а еще одна китайская компания сбирается выросшивать лен на шклоушине. Китай в внешних гандлевом обороте Могилевской области с краинами по замежам СНД склаулетесь амаль 8%. Партнеры у Китай и на Могилевшине имкнутся повеличить эту лечбу. Шесть семьи ускористались послугой группы социальной передышки, которая действует при Могилевском специализованном доме детяти. Уникальный для области проект «Працуя» другой месяц. Его сутность у тем, что за тяжко хворым детяти пыльный час проглядают специалисты, а у батьков есть час вырошить бытовые пытания. Для удосконаления работы с особливыми детьми майстер-классы вядет специалист с немецкого хосписа. У тандеме с Могилевскими урочами она будет работать три тыдни. Теория есть, а лепрактика – перша, початковая. Палеоативная допомога в Беларуси молоды на прамок. И нашим специалистам шмат шаму треба научиться. У меня очень хорошее впечатление о учреждении. Я восхищаюсь людьми, которые здесь работают. И какой огромный пласт работы они уже проделали. Я буду помогать там, где есть необходимость. Конкретно можно назвать такие направления, как позиционирование, кормление детей, массаж, уход и какие-то оздоровительные процедуры. Две авары за сутки на Могилёшине. Автобус «Неоплан», який ехал по маршруте Минска-Одесса, урезался у рефрижератор «Хёндай». Сутыкнение отбылось опобыч с посёлком Сосновы в Осиповицком районе. Або два транспортные сродки рухались у напрямку Гомеля. Как высветлили супрацовники Держаутоинспекции, у некий момент водитель автобуса стратил пильность и протаранил грузовик, який ехал перед им. У автобусе находилось около 50 пассажиров. На счастье, никто не потерпел. У автобусе разбито шкло и пошкоджены дверы, а у грузовика деформованный грузовый отсек. И еще одно ДТЗ. 51-годовый Бобруйчанин на автомобиле «Фольксвайен» рухался по везце Мышковича Кировского района. Раптом на проезжую частку дороги выскочила курица. Каб позбегнуть наезда, Бобруйчанин резко затормозил, а линия с долей усправится с керованием. Машина съехала у кувет и урезалась у древа. У вынику ДТЗ водитель с телесными пошкоджениями доставлены в больницу. Проводится проверка. На 750 официнных мест у отпочинку, околе воды в Могилевской области купание заборонено. Такий выник доследованию проб воды. Одной из причин пагаршения ее стану специалисты санэпидемиологичной службы называют «Горячая надворья». Коли еще два тыдня тому обмежевания были в Могилевском районе, то теперь купание заборонили у межих некоторых пляжей Бялынецкого, Кличевского, Шкловского районов. По выниках доследованию проб воды из открытых водоемов в области, купаться заборонили ураце Ослик Бялынецкого района, каля база отпочинку. И ураце Ольса, у Кличеве, у районе городской базы. Припынено купание у межих городского пляжа на правом березе Днепра у Шклове. На Святым в озере, городским пляже на раце Днепр у Могилеве, каля везки Палыковича Могилевского района. На Сажалцы у везцы Вильчицы. Купание детей обмежевано у межах Бабруйского городского пляжа номер один. А так само санатория имя Ленина. Як плумачить специалисты санитарных службов, заборона альбо обмежеванне купання носить рекомендацийный характер. И кожны сам управе ворошать, купаться тене. Галоны, каб гэта, были специально подрыхтованые местцы для отпочинку на воде. Больше за 9 тысяч шмадзетных семью отримают допомогу на подрыхтоку до учебного года. Про это поведомили у Комитета по праце занятостей социальной обороны насельництва Могилевского Аблваканкама. Усяго на Могилевшине больше за 17,5 тысяч школьников мают право на отриманне адресной материальной допомоги. Але допомогши може и кожный из нас. Например, Центр социального обслуговывания запрашают принять удел у доброчинной акции «Зберем портфель разом». Все могут, желающие, обращаться к нам на улицу Романова, дом 11, с 8 до 5. Мы принимаем ежедневно. Все нуждаются в школьных принадлежностях, в одежде, школьная форма. Все традиционно. Новые тренеры, новые игроки и новые задачи. Волейбольная команда региону, Жаночий Комунальник и Мушинский клуб Могилев летом серьезно обновились. Або два коллектива теперь приступили до тренировок и рыхтуются до офицейных матчей. Чего ждать волейбольным болельщикам в новом сезоне, расскажет Илья Соболев. Медали чемпионату Беларуси и удел у Еврокубках. Такие мэты стоять перед Жаночим Комунальником. Могилевчанок узначали увядомый белорусский специалист Сергей Часновицкий. Наставник так само угоходить у тренерский штаб молодежной сборной Беларуси. Там под его керауництвом працавали и шерох новобранцев клуба. В прошлом году заняли третье место на чемпионате Европы. И в этом году вышли в финальную часть. Тоже будем стараться бороться за медали. Ганна Князева перешла у Комунальник с Брэцкого Прэбужа. Усяго ж склад Могилевчанок у межсезонне узмацнили пять волейболисток. Людей подбирал и под свое видение волейбола, и по характеру, чтобы подходили к команде. Люди все амбициозные, максималисты, поэтому сомнений не было. Ну и удалось убедить их перейти к нам в команду. Соруезная змена и у Мушинским волейбольным клубе Могилев. У новом сезоне команда выступить у группе Б чемпионату Беларуси. Новый галауный тренер Могилевчан Александр Пазняков упевненный. Гэта пойдет молодым игрокам только на карысть. Это молодая команда и как бы сразу их туда под какие-то скажем так, под танки бросать. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения какого-то упаднического настроения и не приобретения духа победителя. Здесь в дивизионе Б это будут, наверное, примерно равные команды. Руководство ставит задачу выйти в дивизион А за два сезона. Ну, мы бы хотели с тренерским штабом и с парнями попробовать это сделать за один. Официально новый сезон у волейбольных команд почнется у Кастрычнику. Усе учебно-тренировочные сборы наши клубы проведут дома. У Веры с ним Мужчинский Могилев и Жанучий Коммунальник проведут шерах спаррингов. Волейболистки так само обещают запросить болельщиков на сустречу, где представят игроков и презентуют новую форму. Илья Соболев, Александр Тарасов, Новины региона. Оранжевые узровые небеспеки за спеки обвешают и ноб таки начать Веры пятницу. Температурный фон прогнозуется у межах плюс 30 градусов. На дворе будет возначаться в областью повышенных атмосферных аттиску. Дзевятого жнивня по Могилевской области чакается пираменная воблачность без опадков. У Раницы туман, ветер от 3 до 5 метров за секунду. Температура по ветру у нашей плюс 10, плюс 15 градусов. У день до плюс 30. У пятницу по прогнозе так само пираменная воблачность опадков не чакается. Спякотно по прогнозе и в субботу. Сонечная и до 30 тепла. Весер больше моцный, порывы до 14 метров за секунду. Только это додаст крыху прохолоды. Новины нашей области можно поглядеть на сайте tvrmogilio.by так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся. Доброго вам настрою и до встречи.